МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, Хакасия! Здравствуй, родная республика! В этот прекрасный самоизолированный вторник отличного настроения вам желаем мы, ведущие программы «Утро Хакасии» Виктория Титова и Иван Тинников. Несмотря на то, что большинству предписано сидеть дома, это не значит, что время, проведенное в четырех стенах, будет скучным и однообразным. Главное придумать, чем себя занять таким менее травмоопасным, но поднимающим настроение. Как раз этим сейчас и займемся. Скрасим друг другу утренние часы пробуждения. Что ж, в Хакасии наступило утро. Первые лучи солнца извещают о начале нового дня. Сегодня вторник, 7 апреля. В этот день, с недавних пор, свой профессиональный праздник отмечают косметологи. Без этих старателей мира красоты, уход за лицом, волосами и телом не был бы таким легким, приятным и, самое главное, эффективным. И стоит отметить, услугами этих специалистов пользуются не только представительницы прекрасного, но и сильного пола. Да, все хотят идти в ногу со временем. Кстати, 7 апреля для празднования Дня косметолога выбрано не случайно. Ровно 11 лет назад российский Минздрав особым приказом выделил эту профессию как отдельную специальность. Сегодня отмечается еще одно событие, имеющее отношение к красоте. Всемирный день здоровья. Эта дата уже посолиднее. В этом году будет отмечена в 70-й раз. Всемирный день здоровья – событие тематическое. Год от года подстраивается под актуальные проблемы, стоящие перед здравоохранением планеты. Например, 2020 объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб. Как отметить это событие, можно узнать в интернете. И, к слову, 7 апреля зародилось наше русскоязычное интернет-пространство. Случилось это в 1994 году. Именно тогда в Международную базу данных был внесен домен.ру. И, как говорится, понеслось. Каких только сайтов теперь не встретишь в мировой паутине. Главное – не запутаться в ней и научиться выбирать для себя только полезные и информативные источники. А лучше и вовсе проводить как можно меньше времени в интернете. Выработается зависимость, ну и все, пропал человек. Почему так важно ограничивать общение с гаджетами и компьютерными играми? Смотрите в рубрике «Пять фактов». Самая главная опасность, которую представляют компьютерные игры, это возникновение игровой зависимости. Это настоящее отклонение психики, требующее помощи квалифицированного врача и поддержки родных и близких. Человек буквально живет в виртуальной реальности, лишь изредка отлучаясь в офлайн. Крайняя степень игровой зависимости – когда у игромана пропадает аппетит, ему не хочется отлучаться от игр даже для принятия пищи и сон. Он жалеет время на отдых и даже во сне продолжает завоевывать миры и убивать врагов. Особенно ощутим вред компьютерных игр для детей, среди которых особую группу риска составляют подростки. Их неокрепшая психика за считанные дни подается негативному влиянию игр и перед родителями остро становится проблема того, как оторвать чадо от компьютера. К тому же дети, в отличие от взрослых, не знают меры и хуже ощущают чувство времени. Им кажется, что за компьютером они провели всего лишь несколько минут, в то время как прошло уже несколько часов. Впрочем, вред компьютерных игр сказывается и на взрослых. Компьютерные игры наряду с пьянством и изменами становятся одной из наиболее популярных причин разводов в молодых семьях. Ну, какой же не понравится муж? Все свободное время, проводящее не в кругу семьи, а в окружении виртуальных роботов, зомби и киллеров. К тому же, со временем геймер становится невнимательным, рассеянным. У него не ладится с работой, он игнорирует свои и супружеские обязанности. Постоянное сидение за компьютером может вызвать негативные последствия. Ухудшится зрение, возникнут проблемы с лишним весом и опорно-двигательным аппаратом, затеканием кисти рук. Однако от компьютерных игр, если это не стрелялки и бродилки, может быть и польза. Различные логические игры, головоломки, ребусы способствуют развитию интеллекта, логики, внимания, памяти, развитию моторики рук и других качеств. Особое место среди таких игр занимают стратегии. Такие игры не требуют повышенного внимания, скорости и напряжения глаз. Они размерены и предназначены для длительного времяпровождения. Их можно прервать в любой момент, не рискуя быть убитым или съеденным. То есть все упирается в чувство меры и разновидность игры. В современных условиях, помимо доброго утра, принято желать крепкого здоровья, стойкости нервной системы и смекалки. Всего этого не занимать суровым жителям Челябинска. Здесь та самая смекалка помогла сотворить настоящее чудо дезинфекции. Суровый город, суровые люди, суровая техника, которую пустили накануне по улочкам Челябинска для борьбы с коронавирусной инфекцией. На кадрах модернизированные советские машины для очистки аэродромов от гололёда. Но ухал в том, что к ним прицепили установку с двигателем от истребителя МиГ-15, которое распыляет огромное облако перекиси. Как сообщают местные СМИ, производители готовы собрать 400 подобных автомобилей и для других регионов. Но вот пока одни технику изобретают, другие ломают. Это видео из братского нам Кемерова. Очевидцы засняли странную выходку местного дебошира. Мужчина, вооружившись лопатой, средь бела дня начал бросаться на проезжающие автобусы. Ты что встал? Да двигай вперёд! От греха подальше в бой с нетрезвым дебоширом вступать никто не стал. И лишь подоспевшая полиция смогла утихомирить пьяную прыть кемеровчанина. О мотивах такого поведения не сообщается, но, как пишут комментаторы в соцсетях, виной тому коронавирус, длительная самоизоляция и алкоголь. У нас в Хакасии благо подобные случаи не происходили и, будем надеяться, не произойдут. И поможет в этом введённое ограничение продажи алкогольной продукции. Какие меры предпринимаются ещё, смотрите в нашем даджесте новостей. В Хакасии режим всеобщей самоизоляции продлён до 12 апреля. Список организаций и учреждений, которым разрешено работать, корректируется. Обновлённая информация размещается на портале правительства. Все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. Где это невозможно организовать технически, будут продлены каникулы. А в детских садах рекомендовано оставить дежурные группы. Все госучреждения работают в формате предварительной записи. В том числе МФЦ, служба занятости, ГИБДД, ЗАГС. Передвижение на личном транспорте не ограничивается. Но при себе нужно иметь паспорт, справку с места работы или документ, подтверждающий право пользования тем объектом, которому вы следуете – дача, гараж или другое. Прибывающих из Москвы будут отправлять на принудительную двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, разрешена прогулка с детьми в пределах 300 метров от своего места жительства, но с учетом соблюдения социальной дистанции – полтора метра от посторонних лиц. Родильный дом в Черногорске будет принимать только рожениц с признаками ОРВИ или гриппа. Мировременные, но необходимые. Это позволит избежать заражения здоровых мам. Последних решено перенаправлять в республиканский перинатальный центр. Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых есть иммунитет коронавирусу. Для этого будет задействована новая тест-система. Исследования начинаются на этой неделе. Сбор анализов пройдет в районах, где обнаружено самое большое количество зараженных и там, где пока случаи инфицирования не встречались. Планируется, что накопить и проанализировать данные по иммунитету россиян к коронавирусу возможно будет примерно через 10 дней после начала проведения исследований. Продолжаем утренний эфир и возвещаем о том, что сегодня православные всего мира отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую Весть о предстоящем рождении Сына Божия. В память об этом событии был установлен праздник Благой Вести – Благовещение. И выпадает он на Великий пост. Что касается поста, то на Благовещение он всегда ослаблялся. Специально для этого дня верующие готовили кулебяку – особый пирог с рыбой или капустой. Отмечая Благовещение Пресвятой Богородицы, на Руси праздновали и третью встречу весны. Весну встречали и приметы погоды подмечали. Если на Благовещение дождь, родится рожь, а если гроза, будет урожай орехов. Но к осадкам никаких предпосылок сегодня нет, даже с учетом, что республика сейчас в зоне облачности. Роза ветров в регионе самая разнообразная, но скорость потоков совсем небольшая. Тем не менее, воздушные массы продолжают нести теплый воздух. Средние значения в течение дня – 13-15 градусов выше нуля. Осадков нет, магнитное поле спокойное. А прямо сейчас подробный прогноз для каждой территории Хакасии. В Черногорске у Стебакана в середине дня малая облачность. Дневной градус одинаков, плюс 14, впрочем, как и ночной. В темноте три мороза. Осадков нет, утром замерзающий туман. Легкий ветер с востока. В Сорске значительная облачность. Дневные часы 10 тепла, в сумерках минус 3. Ветер тихий, на дорогах дымка. В Саиногорске настоящая весна, пополудню. И далее градус составит плюс 15. С наступлением ночи сохраняется плюсовое значение – 3 градуса выше нуля. Чуть дует ветер с запада. Комфортно и в Беи. На улице гуляет легкий, местами порывистый ветер. Но днем плюс 14, в ночи плюс 3. Нево в Белом Яре затянуто облачностью. В середине суток 14 тепла, в ночи всего лишь минус 1. Ветер тихий. В Аскизе солнца не будет, но температура радует. Светлые часы до плюс 15. После полуночи нулевая отметка. Слегка ветрено. Над Баградом облакам. В полуденные часы плюс 11, в ночи прохлада минус 4. Ветра практически нет. Вшера температурный показатель плюс 11 днем. Темное время 2 градуса. Тихий ветер. В Абазе облачно с прояснениями. Плюс 13 днем, а в ночи минус 1. Почти безветрия, туманно. Схожая обстановка и в Таштыпе. Там в середине дня те же 13. В ночной период минус 2. Тихий ветер. А в Копьево без изменений. 10 градусов после полудня, а в ночи 1 мороза. На небесах значительная облачность. Ветер не доставит хлопот. В Абакане густая облачность. На термометре днем плюс 13 и выше. Ночью слегка подморозит минус 3. Легкий ветер с переменной направлений. Держится высокое атмосферное давление. Повышенная влажность придет в норму в течение суток. Полнолуние. Глава государства призвал россиян побыть дома, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. При этом он заверил, длинные выходные никак не отразятся на зарплате. Если вы из тех, у кого нет возможности отсидеться дома, то вам пригодятся советы о том, как защититься от коронавируса. Об этом и не только нам расскажет педиатр Алена Маевская. Алена Олеговна, доброе утро. Доброе утро. Алена Олеговна, коронавирус с начала этого года держит напряжение весь мир. В СМИ, в интернете очень много информации. Она разная. Скажите, насколько страшен черт, которого нам молюют? Коронавирусная инфекция получила статус уже пандемии. То есть коронавирус, он заражает людей по всему миру, не только на территории Китая, да. И в нашей стране, и даже в нашем регионе есть случаи заражения коронавирусной инфекцией. Сказать, что это очень опасная инфекция, да, мы не можем, потому что, в принципе, процент людей, перенесших это заболевание в легкой и средней степени тяжести, все-таки он большой. Но риск тяжелых каких-то ситуаций, да, и даже смертельных исходов, он тоже имеет место быть. Поэтому мы не можем умалять его какие-то такие вот серьезные свойства в плане пандемии и риска на всей территории нашей страны и мира. Кто попадает в зону риска? В зоне риска чаще оказываются люди пожилого возраста. И те люди, у которых есть еще какие-то заболевания, которые могут накладывать вот эти вот отпечатки и усугублять течение инфекции. Не только коронавирус, но и любой. Но мы сейчас говорим именно в контексте коронавируса. Ну, а что это за вирус? Как он передается? Как можно им заразиться? Это вообще коронавирусы, да, известны очень давно. Их порядка 30, по некоторым источникам около 40 видов. Сейчас это новый вид, мутировавший в очередной раз, да, что для вирусов, в принципе, это один из шагов эволюции. Они все время это делают, постоянно. И мы к ним подстраиваемся. Соответственно, этот вирус, он передается воздушно-капельным путем, да, посредством разговора не настолько, да. Заболевший человек, да, прикасается к чему-то, к любому предмету. Это может быть поручни в транспорте, это может быть дверные ручки, кнопка лифта, или, в принципе, дома, да, еще где-то в магазине. После этого здоровый человек прикасается к этому же предмету, а дальше мы прикасаемся к своему лицу, и таким образом мы уже можем заразиться коронавирусной инфекцией. Но, насколько вот нам известно, вирус не такой уж и живучий, по некоторым данным, вот, допустим, на пластике и дереве он может задержаться на 48 часов, на бумаге, там, 12 часов. Хотя вот по версии Всемирной организации здравоохранения на деньгах вирус может присутствовать до, там, трех-четырех дней. Но, допустим, смотрите, человек заразился, не дай бог, какие симптомы? Симптомы крайне неспецифичные, то есть нет какого-то, как при ветрянке, да, там, определенного вида сыпи. Коронавирус характеризуется обычно температурой, чаще всего высокой температурой, и, что важно знать, коронавирус – это пневмотропный вирус, то есть он любит ткань легких, он усаживается, да, и внедряется именно там. Поэтому характерно боли или дискомфорт в грудной клетке, кашель, да, затрудненное дыхание. Вот это вот симптомокомплекс характерный для коронавируса. Ну, конечно, при этом мы понимаем, что вероятность должна быть еще у нас, вероятность, вернее, у людей, которые были либо в контакте с зараженным, либо они выезжали куда-то за пределы, да, но особенно Китай, но сейчас уже и не Китай в том числе. Поэтому тут риск увеличивается. Если человек обнаружил у себя такие симптомы, что ему делать, куда бежать? Конечно, нужно вызывать врача домой. То есть самостоятельно мы с признаками вирусной или любой другой, да, инфекции, мы не идем в поликлинику. Мы все-таки приглашаем доктора домой, неважно, ребенок или взрослый, да, у нас служба так заточена, что приезжает домой специалист. И дальше уже принимаются, конечно, меры. Выясняется в первую очередь эпидемиологический как раз анамнез, чтобы нам как-то отличать вирусы и бактерии тоже. Ну, а каким образом проходит лечение, не знаю, таблетки, какие-то особые процедуры быть может? Лечение, конечно, да, организуется в плане коронавируса в стационаре инфекционном, в боксированных специальных палатах, потому что, опять же, передаваемость и заразность вируса большая. Хотя и не в 100% случаев. Какого-то специфического лечения, естественно, еще не разработано. Больше всего, да, сейчас получается эффект от препаратов, которые при ВИЧ-инфекции. То есть это не то, что в аптеках продается все-таки. Здесь нужно большое внимание акцентировать. То есть самолечением уж точно не стоит заниматься? Самолечением ни в коем разе, да. Лучше заниматься профилактикой. А как я занимаюсь профилактикой? Да, меры профилактики, они, опять же, остаются достаточно неспецифическими. То есть это, конечно, мытье рук. Здесь мы защищаем не только себя, но и других всех, да, кто с нами рядом. Ну и, естественно, мы понимаем, что медицинские маски, да, они не уберегают человека здорового. Они больше идут для людей, которые болеют. Ну, неважно, коронавирус или нет, да, то есть мы можем здесь рассмотреть медицинскую маску с точки зрения вообще любых инфекций. Соответственно, маску мы одеваем для того, чтобы предотвратить распространение на большую территорию. При чихании, при кашле, при разговоре вот этих вот вирусов. Спасибо большое, Алена Олеговна, за то, что этим утром пришли к нам в студию. Желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Напомним, сегодня в гостях у Трахакасии была педиатр Алена Маевская. Ну, а мы движемся дальше. На очереди звездный прогноз. Овны. События сегодняшнего дня позволят сохранить устойчивое положение не только на работе, но и в других сферах. Тельцы. Наступивший день обещает подарить вам отличное самочувствие. Близнецы. Задумайтесь, не преувеличиваете ли вы значимость денег. Возможно, вы забываете о другом счастье. Раки. Возможно, именно сегодня ваши заслуги позволят вам подняться выше по служебной лестнице. Львы. Не останавливайтесь на достигнутых результатах. Вам еще нужно приложить много усилий для достижения своей цели. Девы. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. Весы. Не стоит полагаться на чужое мнение. Это только помешает делам и станет поводом для финансовых потерь. Скорпионы. Уединение и общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня. Стрельцы. Не стоит полагаться на партнеров и ожидать помощи от родственников. Это только помешает делам и станет поводом для лишнего раздражения. Козероги. Сегодня любое дело потребует особенного внимания. Звезды не рекомендуют бессмысленно рисковать или пускаться в явные авантюры. Водолеи. Возможно, сегодня получите выгоду от задуманного, но помните, что новые горизонты открываются не так уж легко. Рыбы. Не стоит заставлять себя улыбаться, если это вам не хочется, но постарайтесь при этом оставаться корректным. Карантин – это хороший повод заняться чем-то новым или прокачать уже имеющиеся навыки, например, кулинарные. Как это делает американская актриса Натали Портман. Почти каждый день звезда делится с поклонниками рецептами различных блюд – от печенья до винегрета. К слову, винегрет у Натали очень необычный. Готовится он из лука-порея и подается с крутонами, обжаренными кусочками хлеба. Запоминайте рецепт. Обрезаем верхушки и корни порея. Моем, отправляем в соленую воду и варим минут 30. Для крутонов нарезаем хлеб-бриошь. Смазываем оливковым маслом и ставим в духовку. Выпекать до золотисто-коричневатого цвета. Для заправки винегрета смешиваем оливковое масло, красный винный уксус, зернистую горчицу и соль. Готовый лук-порей посыпаем сухариками, поливаем заправкой и вуаля! Ну а если вы предпочитаете более традиционные блюда, то скорее готовьте блокноты ручку. Сейчас Ирина Тапкасова поделится рецептом вкуснейшего утреннего завтрака. Всем доброго утра! Хороший завтрак – это хороший день и хорошее настроение. Все мы знаем, что завтракать творогом очень полезно. Вариантов его приготовления очень много. Сегодня я вас познакомлю с рецептом творога с сухофруктами. Никакого сахара. Сладость нам придадут курага и чернослив. Многие перед добавлением в творог сухофрукты замачивают. И они становятся мягкими. Но я люблю, чтобы они были чуть-чуть тверденькие. Чтобы они попадались на зубок и чувствовались. И сейчас я сухофрукты нарезаю соломкой. В кураге очень много железа. Так же, как и в черносливе, кстати. Можно добавить еще и изюм, если вы любите. Добавляем в творог. А растительный белок мы получим с вами из орехов. Можно добавлять любые – кедровые, кишью. У меня сейчас грецкие. И я их добавляю крупненько. Хотите послаще – добавляйте мед. Хотите не сильно сладко – добавим сметану. Я выбрала второй вариант и добавляю сметану. Ну, все, естественно, тщательно перемешиваем. Ну, все, можно раскладывать по тарелочкам. Полезный завтрак готов. Приятного аппетита и хорошего дня! За всю историю существования флешмобов такого грустного еще никогда не было. Он хоть и грустный, но очень милый. Запустили его сотрудники театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры и досуга. Они уж очень соскучились по своим посетителям. Суть флешмоба – работники культуры фотографируют себя с плакатами, где признаются, что им не хватает даже самых вредных посетителей. Тех, кто спорит с гардеробщицей и даже тех, кто шуршит пакетами во время спектакля. А мне больше вот это понравилось. Никому не нужна старуха из Юрги Горького. Хоть и с ошибками написано, но от души. Может быть, старуха из Юрги сейчас и не в почете, но вот Оскар Артамонов знает, что точно заинтересует любителей литературы. Рубрика «Что почитать?» Смотрим. Всем привет, дорогие телезрители. И этим утром я предлагаю вам перенестись в прошлое. Во времена Холодной войны в Европу. И мы с вами будем сегодня погружаться в атмосферу шпионского романа. И в этом деле нам, как обычно, поможет Мария Пинова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Мария Адамовна, в чей художественный мир мы будем нырять сегодня? Сегодня у нас немецкий писатель Берхнаст Шлинг. Думаю, он хорошо известен российскому читателю. По крайней мере, его известный такой полускандальный роман «Чтец». Но сегодня у нас Гордий Фузел. Это, как уже сказал Оскар, шпионский детектив, переводчик. Георг становится директором переводческого бюро. Предыдущий директор погиб при загадочных обстоятельствах. Сначала все складывается довольно удачно для главного героя. Он заводит роман с прекрасной Франсуазой. У него хороший заказ. Прекрасно, казалось бы. Но вдруг все меняется в одночасье. Однажды ночью он застает свою дорогую Франсуазу за интересным занятием. Она фотографирует чертежи, над которыми он работает. Это роман о том, как маленький человек попадает в жернова политической игры. Он мечется, он пытается выпутаться. Он начинает испытывать все методы давления на себя. Сначала это смерть его кошек. Потом его избивают. Потом пропадает сама Франсуаза. Пожалуй, самое страшное для главного героя – это не угроза его здоровья. И даже не угроза его жизни. Мне кажется, самое страшное для него – это утрата доверия к людям. Это роман, хоть и детективный, хоть и шпионский, он все-таки носит явные признаки социальной прозы. Не сказать, что это сложный роман – нет. Он подойдет для любого читателя. То есть, можно сказать, что это в некотором роде психологический роман. Конечно, это не Федор Михайлович Достоевский, но, тем не менее, определенные психологические мотивы здесь есть. То есть, не только для любителей детективов эта книга, но и для тонкого, вдумчивого читателя. Мария Адамовна, огромное спасибо за столь интересный рассказ. Лично я себя не могу назвать любителем темы холодной войны в литературе. Ну, а те, кому нравится, безусловно, думаю, получат удовольствие от прочтения романа «Гордиев узел». Тем более, Шлинг считается признанным мастером, как в Европе, так и у нас. Многие его любят читать. И, в принципе, можете заценить этот роман и вы. А что почитать еще, вы обязательно узнаете на следующей неделе. До встречи! Из-за карантина в России появился новый вид бизнеса – аренда собак. Как ни странно, услуга получила большой спрос. Еще бы, ведь для большинства жителей страны выгул песика стал единственным способом побывать на свежем воздухе. И, кстати, средняя стоимость аренды варьируется в пределах тысячи рублей за час. Невольно вспомнила ролик про одного пуделя. Посмотрите, как он прячется от своего хозяина. А что делать, если еще полдома не погуляли, а тебе выходить уже совсем не хочется? Очень забавное видео. Кстати, предлагаю посмотреть и на другие необычные выходки наших питомцев в рубрике «По приколу». «По приколу» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok